Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Осталось у нас чуть больше недельки до Нового года. Но как и всю зиму, так и сейчас, даже в этот период, огородники все ходят по магазинам и ищут новые сорта. Каждому хочется вырастить самый вкусный, самый сладкий томат. Вот сейчас торговля предлагает огромное количество. Ассортимент сногсшибательный. Заходишь, картинки такие красивые, красочные. И большинство начинающих огородников выбирают, конечно, по красивым картинкам. Но придя домой, разложив вот этот пассианс, всю кучу пачек, у некоторых, особенно у начинающих, конечно, этот видеоролик больше для начинающих предназначен, у них возникает вопрос, с каких сортов начинать посев. Потому что вот-вот сейчас январь, февраль, в феврале уже многие сеют, особенно для теплицы. И вот новички сидят, рассматривают эти картинки, и некоторые действительно думают, что можно посеять все одновременно. Вот несколько семечек одного сорта, второго, третьего, в один день посеять все, и все сидеть, ждать сходов. Но это совсем не так, и это неправильно. Существует правило посева томатов, то есть нужно соблюдать очередность, какие-то именно в первую очередь, какие-то можно сместить в серединку, а какие-то в конце. И вот сейчас будем разбираться, от чего это зависит. Но сразу скажу, что все сорта разные. У них разный вегетационный период, то есть срок от посева до созревания первой помидорки. Какие-то за 60 дней успевают, каким-то 120 мало, 4 месяца. Подумайте, 4 месяца некоторые до созревания. И вот от этого всего зависит очередь вот наших этих томатов. Сейчас я постепенно, прям по одному пункту, особенно для тех, кто на будущий год первый раз будет сеять, все-все расскажу. Но запомните, если вы хотите получить не только стабильный и богатый урожай, а если вы хотите, чтобы плодоношение было растянутое, то есть получать томаты вот с самого начала лета и до самой глубокой осени, до заморозков, то нужно обязательно соблюдать очередность. Иначе вот этого у вас конвейера плавного не будет. Могут помидоры сразу раз отплодоносить, и вы останетесь. Короче, сейчас будем все разбирать. Главное, что должен знать начинающий огородник, что на вашем участке вы должны выращивать разные сорта томатов. Я вам уже говорила в предыдущем, как подбирать сорта томатов, что должны быть и ранние, и средние, и позднеспелые. И тогда у вас будут томаты в течение всего сезона. Вот ранние, как в начале лета, дают нам первые витамины. Когда еще готов скушать все, что угодно, лишь бы свежее было свое. Потом средние, у них все лето вот эти вот плоды на салаты, для свежего вида, ой, в свежем виде употребляем. И потом уже самые последние обычно у нас на консервацию, на хранение. И в результате, когда мы разные сорта вот так вот высеваем, в три срока обычно, на три группы они делятся, тогда у нас получается все плавно, все стабильно. И общее количество томатов, оно намного больше, чем мы посеем в один период, и получится совсем по-другому. Вот если правильно подберете, правильно посеете, то у вас даже в первый год может получиться результат очень хороший. Так вот, какие томаты сеем мы в первую очередь? Ну, многие до сих пор уверены, что ранние нужно сеять рано, а поздние, то есть позднеспелые, поздно. Но нужно делать это все наоборот, и по рекомендациям специалистов, и по своему опыту, опытные огородники вам всегда скажут, что начинать нужно с поздних томатов, то есть с позднеспелых. Позднеспелые это какие? Это те, у которых длительный период вегетации, вот сейчас я для примера вам здесь сделала. Например, смотрите, если мы возьмем два томата, ну это просто вот гигант лимонный и Санька, то мы смотрим, у Саньки 79 дней до созревания, а у гиганта лимонного 120 дней. Представьте, его нужно ждать 4 месяца. Если мы его посадим, посеем, как в последнюю очередь, как некоторые думают, раз позднее, значит его сеять поздно, он у нас не вызреет. Вот такой же вот я вам могу показать вот Андреевский сюрприз. Есть и еще позже, я вот в прошлом году снимала видео, привела как пример томат бычье, ой, это розовое сердце, 135 дней период вегетации, представьте, почти 5 месяцев. Ясно, что если у этих томатов длительный период вегетации, обычно это все у нас индотерминатные, высокорослые, это все крупноплодные, вот значит им нужно за этот период нарастить свой вот этот огромный высокий куст, сформировать вот эти большие мясистые плоды, нужно, чтобы они еще повисели, созрели, они от бурого до красного, до полностью спелого тоже долго проходят, он же плод большой, нужно, чтобы они вызрели на своем материнском вот этом кусте, значит им очень нужно долго этот период, длительный, значит нужно их посеять в первую очередь, для того, чтобы насладиться, вот действительно, чтобы они показали, какие они могут быть спелые, чтобы не снимать их зелеными, не дозаривать где-то дома под кроватями. Значит первую группу мы определили, это вот такие вот высокорослые, крупноплодные, обычно индотерминатные, вот в нашем регионе, самые первые посевы мы начинаем в первой декаде марта, с 7, после 8 марта, или кто-то до, садит 5, 6, 7, или после там 10, 11, кто соблюдает лунный календарь, они там ориентируются, я не соблюдаю, я сею 10 марта, вот такие вот, это не для теплицы мы имеем ввиду, это для открытого грунта, вот у которых нужно выбрать, самые длительные вот эти вегетационные периоды, мы их сеем в первую очередь, с 10 по 15, то есть вы должны запомнить, что все томаты с длительным периодом вегетации, мы сеем первыми, первыми, вот у нас в сибирском регионе, 10-15 марта, позже 15 марта, если их сильно, ну затянуть сроки, они могут не вызреть, просто-напросто, все, ну конечно, если вот эти же томаты мы сеем для теплицы, то сеем еще на 2, или на 4 недели раньше, потому что там созревание будет раньше, вот вторая группа у нас, она очень-очень большая, основная группа, это среднеспелые, ну среднеспелые, или среднеранние, тут очень-очень много, и производители иногда указывают так, что можно действительно запутаться, но если у них период чуть покороче, то значит, вот если эти 120 смотрим, этот тоже 120, а вот пошел уже, например, сахар красный, 110, и написано, среднеспелый, если 110, если 100, если 90, вот короче, в эту вторую группу входит очень-очень много томатов, все, кроме скороспелых и ультраскороспелых, это и среднеранние, и ранние, и какие-то, и раннеспелые, и среднеспелые, их называет производитель по-разному, но мы смотрим по дням, по вегетационному периоду, к этой группе относятся обычно детерминатные сорта, которые у них более укороченный вегетационный период, потом, сюда же относятся многие индетерминатные, но с коротким периодом созревания, потому что они же тоже индетерминатные, разные, есть у которых очень длительный период, а есть у которых короче, это все индивидуально, и каждый сорт разный, это все вы должны свой сорт изучать сами, так, вот их мы сеем, это основная масса, и ее вот в нашем сибирском регионе, мы высеваем с 15 по 22 марта, то есть во второй половине, и третья группа, которую мы оставляем на самый последок, это все ультраскороспелые, это скороспелые, это вот те томаты, вот у которых самый-самый короткий вегетационный период, который, вот у некоторых, сейчас найду вам какой-нибудь, у некоторых есть 60, есть еще, есть 70, есть еще меньше 60, вот написано 85, так, дни, но опять же смотрите, вы читайте внимательно, вот здесь написано, скороспелый сорт, но 94 дня, он как к этим, как к среднеспелым, по срокам даже подходит, тут вот все, я говорю, информация разнится, если вы видите, что написано скороспелый, но срок у него почему-то указан длинный, значит его тоже можно посеять пораньше, в каждый сорт вдаваться не буду, читать все это не буду, но вы знаете, что вот все ультраскороспелые, скороспелые ранние сорта, мы сеем в последнюю очередь, и все специалисты рекомендуют, не сейте их рано, почему специалисты нам рекомендуют, их оставить на потом, казалось бы, это же ранние, они должны быть пораньше, но, если мы вот так логически подумаем, вот например, 70, 60 дней есть некоторые, у них вегетационный период, если мы посеем вместе, вот с теми, которые позднеспелые, например, посеем 10 марта, у них срок 60-70 дней, значит 10 апреля, 10 мая, значит 10-15 мая, у нас на окне будет взрослый, полностью сформировавшийся куст томата, готовый к плодоношению, он уже будет свисти, он уже будет даже с завязью, и его нужно куда-то высаживать дальше, ну дальше обеспечивать ему условия роста, но 10 мая мы, вот например, у нас в сибирском регионе, у нас нет условий на улице для его дальнейшего роста, там ведь холодно, еще целый месяц, и поэтому, пока он будет стоять месяц у вас на окне, качество рассады, конечно, ухудшится, возможно, опадут цветки, возможно, опадут завязи, если ему в этом стакане не хватит грунта, он, возможно, даже сам погибнет, это только его держать на искусственном подкармливании, то есть, вот подливать, подливать какие-то подкормки, я так никогда не делаю, я не подкармливаю, и поэтому у нас вот эти все скороспелки и ранние спелые, мы сеем в апреле с 15 по 25, эти вот сорта очень удобны для опоздавших, если в связи с переездом, следить за болезнью, вы не успели вот этих полноценных крупноплодных посеять, вы можете в конце марта, или даже в начале, в конце апреля, и даже в начале мая посеять вот эти сорта, они еще к концу лета успеют дать вам урожай свой, так, вот про них мы разобрались, но еще самое главное, ведь все зависит от нашего региона, вот я говорю про свой сибирский регион, а есть регионы другие, у которых, а, не только от региона еще, и от условий выращивания, вот например, если вы сможете, условия выращивания рассады, если вы сможете создать у себя дома, условия для доращивания дальнейшего рассады, то можно сеять любой сорт раньше, я в прошлом году показывала, как я демидов, среднеранний сорт высевала в январе, но, для этого нужно иметь дополнительное освещение, потому что, вот у нас, видите, сейчас день, у нас темно, без освещения полноценной здоровой рассада не будет, дополнительное освещение раз, и я всегда делаю, или вторую пикировку, или переваливание последующие, вот взрослые, вот этой рассады, в тару с большим объемом, потому что в маленьком стаканчике, или в маленьком лоточке, полноценную рассаду вы не вырастите, только вот после таких дополнительных условий, вы можете посеять раньше любой сорт, и можете держать его, но вот дома, в домашних условиях, на месяц дольше, то есть, любой сорт можно посеять раньше, в комнатных условиях, его дорастить, вот до взрослого совсем состояния, и потом уже в готовом виде, раз и высадить, но это требует больших усилий, это требует большого ухода дополнительного, это надо за ними следить, чтобы не было ни черной ножки, никакой болезни, чтобы они получали все в достаточном количестве, это сложно, но этим пользуются почти все опытные огородники, и я в том числе, но вот для новичков самое главное, вот этот принцип, как определить, какой первый, какой последний сеять, самое главное, первые и познеспелые, потом во вторую очередь средние, и в последнюю очередь скороспелки, вы можете посмотреть всю эту информацию, например, нам дают точные даты, если вы хотите узнать посевы, можете посмотреть в интернете, но я вас сразу предупреждаю, что все данные по датам, которые даются в интернете, на любых сайтах почему-то, они даются преимущественно для средней полосы России, ну потому что это большая, наверное, часть, если вы живете в более холодном регионе, как наш сибирский, мы от этой даты позже на неделю должны садить, конечно, если вы живете в теплом регионе, то сеять нужно раньше, все это корректировать, и нюансов очень много, я еще хочу вам сказать, что-то потеряло, ну короче, есть некоторые, некоторые написано, что он среднеспелый, но у него такой огромный, длительный период, вот написано, среднеранний, 110 дней, он уже подходит, как, не знаю, и ни к ранним, ни к этим, вы покупаете все семена, нужно внимательно изучить все, что на них написано, все их характеристики, и разделить их на три группы, вот с длительным сроком, со средним, и с коротким, и пожалуйста, начинайте посев, еще раз, вам напомню, что в сибирском регионе, он огромный, и очень много людей в сибирском регионе, мы сеем позднеспелые с 10 марта, первой половине, средние с 15 марта и до конца марта, во второй половине, а скороспелки и ультраскороспелки, мы оставляем на апрель, но вот чаще всего, даже если вы прослушаете один раз одного человека, другого, третьего, статью прочитаете, очень сложно, конечно, все это как-то понять, обычно даты своей посева, в своем регионе, в данном климате, мы определяем методом проб и ошибок, один год попробуете, второй, третий, и потом вы уже точно будете знать, в какой период надо высевать, и когда высаживать в открытый грунт, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, попыталась для начинающих огородников, все-таки объяснить очень-очень подробно, от чего зависит вот эта наша очередность, и что сеять нужно обязательно не в один срок, а вот как минимум в два, вот кто-то сеет в три и в четыре, что каждому томату свое время, и тогда он вовремя отдаст вам урожай, порадует вас, и вот все вместе, если вы удовлетворите все их вот эти желания, посеете тогда, когда им нужно, они тогда поспеют, и порадуют вас своим урожаем, все, до свидания, и все, до свидания,